Добрый вечер, уважаемые друзья, гости, коллеги, будущие коллеги и все, кто задумывается о том, чтобы прийти на обучение на факультет маркетинговой технологии, бизнес-школы и РМИ. Меня зовут Алла Барин, я руковожу ВЭК РОУС отделом развития электронной коммерции, также я ведусь в ведомстве программы «Отлетие до бизнеса» и директором по развитию в компании мобильной разработки «Сайл». Я представлю вам сегодня моего сведущего, Гай Крыптьян, основатель и генеральный директор Тимака. Гай обладает очень большим опытом в e-commerce, руководил своим интернет-магазином, поэтому в этой области один из профессионалов и в том числе один из основателей кейс-хлопа 100% natural e-commerce вместе с Сергеем Егорушкиным, который также здесь бывает в качестве спикера. И наш гость Николай Требинский, выпускник РМИ, как и все мы, сооснователь компании Retail Rocket. Здравствуйте, друзья. Это генеральный директор. Да, генеральный директор. Друзья, мы сегодня будем говорить о такой сложной теме, на мой взгляд сложной теме, как стратегическое планирование e-commerce. И именно с позиции не уже созданного интернет-магазина, который так или иначе достаточно в себе стабильно развивается, а именно с той позиции, когда вы планируете создание интернет-магазина и, собственно говоря, а с чего начать. Потому что на самом деле, оказывается по факту, что когда вы запускаете интернет-магазин, оказывается, что вы очень много чего не учили. И очень много нюансов, не только в разработке, не только связанных с рекламой, не только связанных с товаром, движением, ассортиментом, но и очень много нюансов, которые приходят к вам параллельно. Вот для того, чтобы сегодня какие-то небольшие, маленькие, пусть ошибки избежать, мы сегодня об этом поговорим с нашими гостями, с моим соведущим Гаем Карапетяным, с Николаем Клевицким. И, друзья, еще раз представляю, Николай Клевицкий, Гай Карапетян. А ты что? Это Алла Барин. Я не знаю. Все-таки вернемся к моему вопросу о поток стратегического планирования тренера. Раз уж я его задал, надо ответить. Если бы ты сегодня приходил в Ремей, для чего бы ты пришел? То есть, для чего люди вообще должны быть? Можно я еще раз спрошу? А кто студенты настоящие или нет? Один человек. А те, кто хотят пойти? А остальные что тут делают? Пришли тебя послушать. Они не хотят. А, про электронную коммерцию пришли послушать. Кто пришел послушать про электронную коммерцию? Вот. Все, мне кажется, есть кто-то еще. Ладно, в общем, что сказать. Знания, ну да, знания, они быстро устаревают, конечно, но за знаниями надо приходить, я не согласен, вот. Но есть такой термин, знаете, в американском комьюнити, американском tech-комьюнити. PayPal-мафия. Да, там выходцы из PayPal, которые вот скооперированно так взаимодействуют и друг друга усиливают. Вот с Eromai на комьюнити в первую очередь. И, я думаю, одно из самых больших в индустрии онлайн-бизнеса. Есть еще несколько тоже больших, но вот Eromai одно из самых больших. Так что вот за ним. Это и преподаватели, и студенты, и выпускники. Потому что курс этот или как-то бизнес-школа выпускает людей очень давно. И многие выпускники, они уже топ-менеджеры во всех мыслимых и немыслимых компаниях. Поэтому в первую очередь за контактами. Ответил? Ну, наверное, из-за партнерства в том числе. Ну, это естественная часть комьюнити. Я вопрос этот сам себе теперь задам. Я это называю, я знаю, у кого что спросить после Eromai. То есть, если ты был Eromai, я не понимал, у кого что спросить. После Eromai я знаю, у кого что спросить. А ты тогда, может быть, еще пару слов, и мы перейдем к стратегическому планету. Ну, для меня это, конечно, я приходила, у меня был огромный опыт в IT-консалтинге. Я хотела поменять для себя сферу деятельности. И уходила в интернет. Для этого я пришла учиться. Получила здесь не только знаний, не только коммуникации, но еще и партнерства, и прекрасных друзей. И, в общем-то, так или иначе, меня в любом случае ценула рано или поздно рекордность. Вот таким образом, собственно говоря, каждый меняет без себя и свою сферу деятельности, и свою жизнь, и идет уже во что-то новое. Ну, вот это для меня. Хорошо. Друзья, давайте перейдем к стратегическому планированию. Сейчас Николай отключил свой телефон. Он в скайпе раздает срочно целевые указания всем сотрудникам. Коль, я, когда перешел в агентский бизнес, начал видеть очень много бизнес-проектов. В чем плюс большой, да? Наверное, ты тоже для себя это заметил. Когда перешел, наверное, когда в организовали Тилл Рокет, вы увидели изнутри очень много разных e-commerce бизнесов. Скажи, пожалуйста, давай начнем с простого вопроса. Как часто ты видишь системную стратегическую работу в интернет-магазинах? Какие это обычные интернет-магазины? Ну, системную стратегическую работу я вижу часто. Ну, не так часто, как хотелось. В первую очередь, я вижу ее в маркетинге, в подходе к трафику, к acquisition, к получению новых клиентов. С одной стороны, к другой стороны, менее системно в средних магазинах, очень системно в крупных магазинах логистики. Там без этого никуда, ничего не будет работать. Практически не вижу этого в IT. Составляющие интернет-магазины. Все, что касается разработки, управления продуктом, очень хаотично и никакой системности там нет. CRM-ты куда идешь? В IT? Что такое CRM? Никто не знает. А, вообще. Мы можем на эту тему дискутировать. Кто знает, что такое CRM? Так, ну давайте спросим. Что такое CRM? Customer Regression Shift Manager. Это понятно, это слова. Система управления с клиентами до первой продажи, да? До первой продажи. У нас ничего может быть там глуже. Ну, высоковы у него можно описать, конечно, что угодно, но потом окажется, что полуцентр работает с CRM. Смена статус заказов и операторно-магистический работают с CRM. Тоже CRM. Уже чуть-чуть ERP. Ну, это переходная история, я говорю, в зависимости от глубины. Потом всякие там коммуникации, маркетинговые, отдел маркетинговый CRM. Это уже не CRM. Уже не CRM. Ну, как же, customer relations, мы же знаем, отправление. Да, это точно CRM. Слышно, вы бы с термонологией разбираете, или с... Вот, я говорю, что до конца никто не знает, что такое CRM. Есть такое слово CRM, а что в него входит, каждый понимает свое. Есть даже компании, у которых название есть CRM. Слово. Ты сейчас у меня в голове порушил еще термин сквозная аналитика, да, сразу. Например, retail CRM. Вот, они занимают операционное участие, управление заказами в колл-центре. Там нет маркетинга. Там нет... Ну, короче, вот... Есть, короче, это такой очень широкий термин, который никто до конца не понимает. Ну, я так понимаю, здесь вопрос о терминологии, который есть в нашем отечественном e-commerce, да? Здесь... Мы об этом говорим сейчас. Наверное, мы об этом говорим сейчас. Как я поняла, короче. Нет, просто я спросил, куда она относится к CRM, ты к IT ее относишь? Вот я ответил. Я отношу CRM к маркетингу, логистике, к операциям и к IT. Там, где есть какая-то точка касания с клиентом, это вот все относится к CRM. Хорошо. А какие обычно это клиенты? Средние, большие или маленькие? Кстати, вы с маленькими, по-моему, перестали работать, да? Никакие клиенты. Да, у которых ты видишь системную работу. Мои клиенты, это там, где есть транзакция в месяц. У каких клиентов ты видишь системную работу? У которых большие бюджеты. Что такое большой бюджет на контексте, это к тебе, наверное, вопрос? Не знаю. Больше. Ну, там, где, не знаю, бюджет начинается от 10 миллионов рублей. То есть, рублей в месяц, да. Там будет планирование доходов и расходов на несколько месяцев вперед с таким бюджетом. То есть, мы представляем, масштаб этого e-commerce достаточно большой. А весь, то есть, скажем так, более низкий уровень, он проваливается? Ну, скорее, больше идет на ощупь, и там системность такая, на неделю, на две вперед. А в чем в первую очередь тогда, так скажем так, какая наиболее боль большая, который ты видишь, чего не хватает этим проектом, чтобы выйти вперед? В какой части сверхперечисленных тобой ты перечислил? Вы логистику, вы IT, да, и трафика, и дегенерацию. Так, если вопрос, в чем свой слу жизни? Хорошо, с чего начать? В чем самая узкая горлочка? Есть проект, вот он живет, поживает. Относительно уверенно себя чувствует. Начал привлекать прикрым. Появились дополнительные какие-то средства, которые не могут уже целенаправленно инвестировать в системное планирование развития проекта. С чего начать? Масштабироваться можно в три направления. Можно докупать трафик из своей тематики, уходить от транзакционных запросов в сторону более информационных, более размытых, которые будут ниже, как это назвать, менее конверсионных. Вот так вот. То есть брали запросы и купить телевизор, теперь телевизор вот так вот. Это первое, и не очень долго. Потому что трафик выберется через полгода, 8 месяцев, выберешь весь трафик в тематике. Это ты про компании, сильно хорошо себя чувствующих на рынке, но... Это про тот трафик, который у тебя будет положительный возврат на инвестиции приносить. Дальше есть два пути, которые я вижу по камере. Это или масштабировать регионы, расширять географию, включать на курьерские службы, ПВЗ открывать где-то, ну кто как. Либо выходить в соседние вертикали, подключая дополнительные товарные категории. Вот три такие пути. Трафик, пятигодий и крон. Как начинается обычно в магазинах на стране, мы сразу, по-моему, сразу все федеральные. Мало кто не работает на всю Россию. То бишь, эта история сразу отпадает, мне кажется. Потому что сейчас, даже в 2009 году, когда я стартовал, мы сразу стали федеральной компанией. Здесь не в отгрузку ни в день. Поэтому у нас остается работа со следой генерации. То есть ты предлагаешь ползти вверх по воронке, и, соответственно, у нас расширение матрицы. Но и то, и другое, в принципе, можно делать хаотично и системно. Как понять, что мы делаем системно, стратегически правильно? С чего начинается, когда это все? Потому что, как, ну, ты видишь, истории разные, люди двигаются по этим направлениям, которые ты задал. Но при этом у кого-то получается, у кого-то нет, у кого-то красиво, у кого-то некрасиво. Это тоже вопрос в смысле жизни? Много. Давай развернем твое мнение. Мы сегодня здесь для того, чтобы узнать твое мнение. Как подойти к этому системно? К работе с трафиком? Есть ли стоит вопрос, как подойти системно к вопросу с трафиком? Что мы обозначили? Первое – это ритогенерация. Второе – это расширение товаров матрицы. Давай с трафиком, ритогенерация. Кстати, почему-то мы не взяли твою любимую часть. Это как раз-таки с работой с существующими клиентами. Тут нельзя расшириться никак? Я все это называю трафиком. А, ты все это называешь трафиком? Хорошо. Так вот, возвращаясь к вопросу, если стоит задача так, нам нужно подойти системно к работе с трафиком, то первое, что нужно сделать – нужно привлечь экспертизу, связанную с трафиком. А именно получить или на аутсорс, но желательную команду. Эксперта в области работы с трафиком, которая называется «Директор по маркетингу». Потому что, если стоит такой вопрос, а как мне начать работать с трафиком системно? Ну, сам постановка вопроса говорит о том, что вам лучше этим заниматься на хороших бюджетах. Или наймите, или научитесь. Интересно, да, директор маркетингу? Про формуали и дегенерации. Ну, в первую очередь, да. Должен быть менеджер, который уже делал все это и хорошо представляет. Но иначе вы будете или сами учиться за счет бюджета, или кого-то обучать за счет бюджета, который будет уходить в трубу. Знаете экспертизы? Ну, а с расширением товарного ассортимента, соответственно, нужны директоры по расширению товарного ассортимента. Да, который называется где-то коммерческий директор, где-то директор по закупкам, у которого есть отношения с вендорами, в котором есть выстроенные процессы закупок, выбивания хороших цен, хороших офферов, фронт-маржи, бэк-маржи и всяких прочих оффер, которые нужно в закупку разбить. Главное, хитрые глаза на мистер. Я вас слышала, я понимаю, что вы говорите, собственно говоря, про большие бюджеты, про то, что откуда-то надо сначала взять деньги, чтобы вообще привлекать специалистов. Вы мне скажите, например, я маленький человек, который хочет открыть маленький интернет-магазинчик, не знаю, там, платочков или очков, да? Вот с чего мне начать выстраивать свою стратегию работы в Японии? Что мне надо делать первым? Мне надо сделать сайт, интернет-магазин, да? Закупить товар, привлечь специалистов. Что мне необходимо, как мне нужно построить, посчитать свой бюджет на то, чтобы я могла запустить свой маленький интернет-магазин? И рассчитать эту стратегию таким образом, чтобы я могла идти в развитие, и ее по пути, эту стратегию, ну, редактировать, да, корректировать? Вот вы мне на этот вопрос... Я не на этот вопрос... Я не на этот вопрос в эфире, я тоже могу... Не, не, Галя, да и к тебе вопрос, потому что, в общем-то, у тебя большой опыт тоже e-commerce, и ты можешь подсказать, вот, собственно говоря, на своем опыте, на своих ошибках, как ты это делал, ну, вот, начиная свой собственный бизнес? А потом, почему, будет интересно, почему ты все-таки решил уйти? Так, вот я привела, а я все сделаю. Я, наверное, отвечу так. Когда я начинал, мы думали, что есть интернет-маркетинг. Сейчас, я думаю, что интернет-маркетинга и нет. Есть маркетинг с каналом привлечения интернета. И маркетинг первичный, интернет вторичный. Если у магазина нету, вот, той идеи, которую транслируют дальше своим покупателям, да, назовем это УТП, хорошо. То есть, то, почему я у вас должен купить, то дальше достаточно тяжело небольшому магазину. Потому что вы никогда не сможете победить в борьбе за привлечение клиентов и борьбе с издержки гигантов вот этих вот, да, которые стоят. То есть, простое купи-продай – это очень тяжелая история сегодня. Да и тогда это, на самом деле, была достаточно тяжелая история. Я, например, в свое время выстрелил очень хорошо, и мы тогда зарабатывали очень хорошие деньги в девятом-десятом и так далее годах. Именно за счет того, что у нас был четкий ассортимент, которого на тот момент не было нигде больше. То есть, там, детское белье на тот момент можно было купить в двух-трех магазинах, интернет-магазинах в России. То есть, по сути, это какой-то такой товар, который вы мало на рынке, и который можно купить у вас, да? Да, когда мы выступили, но, опять-таки, вопрос ограничений. Когда у Миши в 2015 году как раз-таки мы уперлись в стеклянный потолок, а дальше случилась история под названием «Вайлбери, Соломода» и всего остальное, и, соответственно, такие бизнесы очень сильно начинают рушиться. Поэтому маркетинг первичен, запятая интернет, потому что интернет – это речь, а я, как бы, всего там вот отвечу. Может, нужна идея магазин? У меня еще два вопроса. Сейчас, с тем, что появилось достаточно много площадок, да, маркетплейсов, в принципе, ну вот, на мой взгляд, иногда нет необходимости сдавать свой интернет в магазин, когда я могу свой товар продавать через… Не в России. В «Вамуду» или «Валберрис», нет? Не в России. То есть, необязательно иметь свой интернет-магазин с каким-то оборотом? В интернет-магазине не обязательно, в принципе, ты можешь продавать через страничку ВКонтакте, но, в принципе, если мы говорим о классическом ВКонтакте каком-то, то если мы… Я вообще не очень люблю маркетплейсы, потому что они приходят в мою тематику и выкупают у меня же мой трафик, который иначе обошелся бы мне дешевле. Вот, потому что спрос ограничен, они сами откусывают у меня кусочек спроса, да, и, соответственно, существующего, и перепродают мне его дороже, чем я бы мог его сам достать. Вот, соответственно… И, допустим, как e-commerce может поживать и в Европе? Или в том же США? Им достаточно, в принципе, выставить какие-то свои товары на eBay, на Amazon тот же самый, и какой-то поток более-менее приличных заказов у них будет. Кстати, вот мне недавно товарищ рассказывал историю, как он продает на eBay за границу русские БАДы, иностранцы. Нет ни магазина, ничего. Ему оно хлеба с маслом хватает. Скоро не будет хватать, сходят НТС даже. Поверьте, там маржа такая, что эти восемнадцать процентов, я думаю, вообще никак. На БАДы, что ли. В России мы знаем какой-то Marketplace, когда он может прийти, выставить свои товары и больше не думать о трафика генерации, а просто обрабатывать бледы. Тот же Яндекс.Маркет отдает всего, по-моему, один-полтора миллиона переходов, ну, в момент ЦПЦ. Вот про CPA давайте забудем, как они CPA ввели, потом сами постепенно от него отказываются. В момент до CPA они отдавали всего один-полтора миллиона переходов в день на другие сайты. Небольшой объем, на самом деле. Тот же Wildberries в день, получается, только трафика один, да? Ну, не полтора, хорошо, по-моему, семьсот, восемьсот тысяч посетителей в день на Wildberries, если не ошибаюсь. Вот. Соответственно, это небольшой объем. Я не вижу каких маркетплейсов, куда я могу прийти, отдать им, условно говоря, редегенерацию им, а самому сидеть только, прям, отгружать вот так. Нет, Wildberries, во-первых, оно закупает это там, берет под реализацию. А Мобилплейс не закупает? А Wildberries, например, да, они обрабатываются заказами строительных клиентов. Я просто не представляю себе какой-то такой прям e-commerce построить, когда ты просто отдал Ламоду свои карточки товаров и, словно говоря, сидишь, прям, окружаешь заказы. И еще пошел в ReWorker, договорился с Дмитрием Новиком, они сами будут отзвониваться, сами окружать, а ты уехал на Мальдивы, прям сидишь на Мальдивах, а тут Ламода с ReWorker за тебя стараются. Ну, я должна сказать, что все-таки маркетплейсы, они идут в эту сторону потихонечку, может быть. Ну, а сейчас я нигде не вижу такого маркетплейса. То есть никогда ты видишь такого маркетплейса. Это история живая в России. Без сайтера обойтись. Был у нас один маркетплейс. Там сейчас главные дела заводят. Маркетплейс, который сам вычислял лучшие сектора, который великий маркетплейс. И начинал сам продавать эти же товары, постепенно оттесняя своих мерчантов. Нормальная наша отечественная история, в принципе. Вайлдберрис не так все просто, как и «Свободы». Закупают и Вайлдберрис разные понятия. Они берут на реализацию с отсрочными платежами, в лучших традициях федеральных ритейлеров, тоже бывают поставщиков, и на самом деле генерируют проблемы. Если послушать вот некоторых других выпускников, которые руководили монобрендовыми фэшн-магазинами, и я не за них куда мне смотреть. Ну, смотрите, у тебя и у тебя и у нас завтра. Вайлдберрис. Я об этом подумал заранее, но, к сожалению... Ну, ты поставил меня в центр. В общем, какая возникает проблема с Вайлдберис? Есть монобрендовые магазины. Например, Ваон. Который имеет свой интернет-магазин, имеет свою розницу, и параллельно с подразделением, которое занимается работой с Вакетплейсом. И интернет-магазин Ваон очень часто упадает в ситуацию, когда на складе Ваона товара нет, или остатки очень маленькие, ему приходится конкурировать с Вайлдберис, где тот же самый товар стоит со скидкой 30%. Ну, это только какую-то скидку. И продажи растут через Вайлдберис. Ну, и условия, по которым Вайлдберис работает с производителем, становятся жестче и жестче. Поэтому краткосрочно выложить свой товар куда-то, даже если есть такая возможность. Но это, опять же, не про начинающих. Это может быть и более прибыльно. В долгосрочном это убьет твой канал, который будет построен конкурентов. Вот. И я считаю, что это долгосрочная стратегия не самая. Хорошо, тогда давайте вернемся к тому, что нам необходим сайты, да? Там новый маленький интернет-магазин. Нет, нам нужен маркетинг сначала. Маркетинг. То есть сначала мы строим маркетинговую стратегию, правильно? Да, мы должны понимать, почему мы будем лучше, чем остальные. Ну вот маркетинговая стратегия это тоже такое, как серый. Хороший классический маркетинг. Ну вот, да. Я скажу проще. Нужно нечестное преимущество. Если вы хотите делать интернет-магазин, это я так это называю. Надо объяснить, какое у вас есть нечестное преимущество по сравнению с остальными игроками. Потому что если его нет, дело без чего смысла никакого нет. Может быть, у вас есть выход на поставщиков каких-то и стандартные условия по поводу товара. Может быть, у вас есть федеральная розничная сеть под боком с очень развитой логистикой, которая вам операцию обеспечит под интернет-магазин, который вы откроете. Потому что если взять тот же фэшн, интернет-магазин и одежда, которая есть во всех торговых центрах, или розничных магазинов, они интернет-магазинов практически не имеют сейчас. Они их только сейчас запускают. И они там считаются маленькими интернет-магазинами, очень маленькими. Но у них есть вот эта вот розница, у них там или по городу, или по стране, есть пункты самовывоза, ну и так далее. Нет смысла никакого открывать интернет-магазин сотовых телефонов сейчас. Это очевидно. Там сейчас доминируют крупнейшие федеральные сети, моржи там нет. Она есть только у них. Соответственно, не будет смысла открывать интернет-магазины одежды через 2-3 года, когда они научатся в фэшне это делать. Почти нет смысла сейчас запускать, мне кажется, ничего с детством связанное. Все, кто с большой розницей связан, они все уже там. Интернет-игроки чисто еще есть в топовых, но, мне кажется, это уже вопрос времени, когда большая розница их обойдет. Поэтому, если вы хотите интернет-магазин, который свой, надо вот на такой вопрос ответить. И сразу же держать в голове, что если там будут деньги, если вы найдете нишу какую-то с деньгами, это будет вопрос времени, как ее заметят другие, и придут в нее и так уже все же ваше пожилое время. Ну, кажется, у каждого строительства, в процедуре, в поезде дни цикл, который… Согласны к этим? Так это иначе. Есть ниши, в которые никогда, ну, это уж никогда не будет взрекаться, но в ближайшее время, если мы думаем, тактически, не статистически, не придут большие враги. Все, что связано с… Я веду передачу про электронную коммерцию, три года назад задавал Гаю вопрос, потому что у нас была тема с тобой ниша. Какая ниша? И вот он сказал, я знаю, что ты сейчас скажешь, мед. Если ты мне сказал, интернет-магазин меда никогда не станет федеральной сетью. Ты открыл интернет-магазина? Я интернет-магазина не открыл меда. Да, идея в том, чтобы этот товар невозможно было купить, имело смысла покупать в Китае. Мед, живые цветы. Например, продают, да, есть магазины живых цветов и прекрасно себя чувствуют, потому что маржа рот неплохая у них. И китайцы их никогда не задавят, и никогда не будет ни озон, ни МВИДИО этим заниматься, просто-напросто. Вот, кстати, медом. Ты посмотри, сколько меда стало этого сейчас форматированного, упакованного. И его, кстати, активно начали продавать даже крупные магазины. Могут турки задавить, у них тоже есть мед всякий с добавками. Ну, мы только в Турции не покупаем, слава богу, там стреляют наших послов. Не знаю, даже стоит улыбаться. Вот. Но живые цветы, пример, да, пожалуйста. Надувные шарики. Магазин надувных шариков. Ну, я не скажу, что там какие-то миллионы, но неплохо себя чувствуют. Живые цветы, флористы точку. Ну, только не доставка. Это не живые цветы, это подрезанное. Вот. Соответственно. Ну, понятно, что рано или поздно в каждой нише появляется свой лидер. Есть еще одно, как бы, такой момент. Если у вас достаточно приличный средний чек, хотя бы от десяти тысячи лишних, при этом у вас есть двести процентов на оценке, то тоже можно себе много позволить за счет того, что у вас будут деньги для генерации спроса. То бишь, есть отдельная история удовлетворения существующего спроса, а есть отдельная история генерации спроса. Вот. На генерацию нужны деньги. И такие ниши есть, поверьте, я их не могу высказать, не буду, наверное, вслух. Но, как агентство, я их вижу. Приходят ребята с чеками, там, по сорок, по пятьдесят, по семьдесят тысяч, при этом у них в день, там, двадцать, тридцать отбозок минимум есть. Наценки у них офигенные. Они отлично продают и никого не боятся. Все у них хорошо, поверьте мне. Там, вот, кривая роста, вот так вот. О, есть один клиент, который ко мне пришел. Это не совсем e-commerce, конечно, но частично. Они ко нам пришли, но они с нами не стали работать, поэтому я о них, я индии не подписывал, могу рассказать. Два года назад, в самый разгар кризиса, стартовал проект штокетники.ру. Штокетники.ру. Они взяли, сделали пластиковые штокетники, доставку, по-моему, по всем регионам России. Это забор, да? Заборчик. Вот это вот, знаете, палочки, да? Только там пластика. Все очень удобно. Я такой кривой рост продаж никогда не видел. Причем органического. Про рекламу там даже нет. Органический трафик, да? С органического трафика такой рост продаж. Видимо, они попали туда надо, и пошла тема как-то. И ты сидишь, думаешь, господи, вот это вот, мне бы этот бизнес сейчас как-нибудь до себе. Копировать начали, конечно, придумали сразу. Но вот, ребята молодцы. А что это я разговаривался? Забылся. О чем мы говорим? О том, как, куда... А, тактически, я сказал, если отработать, то можно идти в нише, куда-никуда. Куда-никуда не придут. Знаешь, куда не придут еще никогда? Тяжело им заходить во все, что связано с ограничением рекламной деятельности. Вот все, что связано с... Аптеку не берут отдельная тематика, но БАДы, все, что связано с оружием, все, что связано с... Ну, откроется список вещей с ограничением рекламной деятельности. Вы их найдете там кучу. Туда они с большим трудом заходят, потому что как работают большие гиганты? Опять-таки, они очень любят колесочек спроса. А создавать спрос наши e-commerce проекты еще не научились. Маленькие с трудом с этим работают, а крупные совсем не научились. И вряд ли научатся. Им удобнее на купи-продае работать, да? Вот. Маленькие проекты, которые умеют создавать спрос, и при этом их бизнес-модель позволяет создавать спрос. Вот, им очень интересно, и они с удовольствием залезают в такие ограниченные ниши и там работают. Вот. Ясно. Ну, замечательно. Я просто подумал, что у нас сегодня зрители прямо в первом ряду есть даже. Может быть, у них есть вопросы какие-то, и при желании можете поднять руку. Я думаю, мы дадим возможность задать вопрос. Тем более у вас же свои бизнесы, у вас свой вопрос. Вы когда приходили сюда, у вас какие-то свои ожидания были по теме нашей беседы сегодняшней, да? Это статичное планирование, поэтому если есть вопрос какой-то, может быть, тоже нет вопросов. У меня есть вопрос. Вот, когда я планирую сидеть на своего маленького интернет-магазина... У тебя маленький? Я... А, это не просто... Не фактически говорю, не фактически. Хорошо. Я должна как-то планировать бюджет, да? И примерно в каких бюджетах я должна закладывать на рекламу, на разработку, на продвижение, на продвижение клиентов какими-то другими способами и через интернет? Коля? Я ожидал. Разработку и на продвижение, если вы только начинаете, берите конструкторы какие-нибудь... Ой, а мне вот на одну скучку вот хотел бы уточнить перед этим. Надо ли мне сразу делать интернет-магазин? Вот надо ли мне сразу его разрабатывать? Вот ты уже начал отвечать на вопрос, что берите конструктор и начинайте на нем. Можно вообще в ВКонтакте, прекрасно работают ребята в ВКонтакте. Ничего не надо разрабатывать. Не надо на это тратить деньги или искать людей, если вы хотите пробовать начать что-то делать. Регистрируйте где-нибудь на InSales или там... Адвантшоп. Адвантшоп. Адвантшоп или еще десяток других конструкторов и за один вечер делаете на шаблонах сносный какой-то внешний вид. Вот. Без индивидуального дизайна. Не надо делать дизайн. Там есть какие-то шаблончики, которые выглядят более-менее. Вот. И... Не надо ничего тратить. Задача стартовать как можно быстрее. Начать продавать как можно быстрее. Проблем будет куча. С чего начать? Ну, я повторю ответ свой. Если есть вопрос, с чего начать, то надо найти того, кто знает на него ответ. Может это как-то глупо звучит, но это будет значительно дешевле, чем если будете пытаться тратить эти деньги сами. Да ладно. Тебе начинать надо с силы, из контекста, понятное дело. Приходить, говорю. Ко мне приходить не обязательно. У нас... Вообще, мой совет все делать инхаус. Если вы интернет-магазин, я всегда это говорю. Все инхаус. Никаких агентств. Агентство только в одном случае должно появляться. Если вы не купи-продай, у вас есть на это реальные бюджеты, и ваша основная компетенция это не маркетинг, а что-то другое. То бишь, если ваша основная компетенция вашего бизнеса, вы пододеваете все-таки маркетинг, у вас в принципе просто купи-продай, то у вас маркетинг должен оставаться инхаус. Если вы нечто большее, и у вас есть магазин, то этот маркетинг уже можно отдавать на эксорсинг в этой ситуации. А при каких оборотах уже можно подключать к работе агентства? Я думаю, от каких-то любых разумных оборотов. Если у тебя есть 10-20-30 тысяч рублей в месяц на рекламу, и ты действительно нечто большее, чем интернет-магазин, то ты можешь привлечь как минимум фрилансера, который тебе что-то настроит. Хотя бы базового. Мне просто кажется, что сейчас реклама потихонечку идет шагами к тому, чтобы привлекать со стороны специалистов, то есть привлекать рекламные агентства, привлекать тех, кто только нагоняет трафик, медиик, по всему спектру продвижения, но не брать в штат специалиста. Вот у меня такой вопрос. Что дешевле для бизнеса? Самому сесть, разобраться, настроить. Можно за 3 вечера потратить все время, сесть глубоко. Ну, не глубоко, нет, на высшем уровне, но на удовлетворяющем вас уровне. Практически в любом инструменте канала можно за несколько вечеров разобраться. А ты в работающем интернет-магазине? Лично советую, что за 3 вечера можно забраться и сайт в ТОП вывести. Ну, как минимум половину необходимой работы вы проведете. Нет. То есть ты точно знаешь, что делать, тогда проведешь. Вы же озвучили в другом. А у нас есть самостоятельно за 3 вечера забраться в СЕО и вывести сайт в ТОП. И денег совсем, такая тактика, мало денег потратит. И сайт в ТОП вывести сайт в ТОП. И сайт в ТОП. То есть ты это принесел в какой-то более-менее трафик? Дополнительный трафик, если у вас есть что, к чему продвигаться, если у вас какие-то тексты есть, если у вас страницы достаточное количество, то да. Если это одностраничный, конечно, нет. Но основные ошибки, сесть за 3 вечера, разобраться, убрать можно легко. Я понял, спасибо. У меня большой опыт просто в этой сфере. У меня компания, в которой постоянно появляются новые стажеры. И поверь мне, если я дал пинка и через 3 дня он мне не написал. У меня же блог мой называется недооптимизированный блог. Он вечно недооптимизированный. Каждый мой стажер через 3 дня получает пинок. На третий день, вот он пришел, у него есть программа развития, у него есть материалы. Все взято из интернета, ничего там такого нету, поверьте мне. Он на третий день должен провести принеси аудит моего интернет-провозима. Все. О, интернет-провозима моего блога. Не про его свидание, да? Но если ты не про его свидание, начинаются вопросы, почему. Ты бишь, основные вещи какие-то, я хочу увидеть, в чем ошибка моего блога. Они там есть, они типовые, он недооптимизирован, специально так и называется, недооптимизированный блог. Поэтому основные проблемы за 3 вечера выведены. Ты не согласен? Нет, за 3 вечера можно изучить HTML сегодня. На Codecademy можно пройти 9-часовый курс, вот 3 дня по 3 часа. Ты узнаешь, что такое HTML вместе с CSS. Ты поймешь, что такое title, h1, где их брать, как их править. Ну, можно без HTML. Ну, если ты зашел, вот, сейчас проходил мимо здесь, ты зашел сюда, вот, и за 3 вечера ты без HTML не сможешь. Слушай, тебе там нужны основные методы методы? Ну, тебе нужны основные методы, и тебе нужно понять, что такое методы для начала. Даже в HTML лезть не надо, ты ставишь какой-нибудь, у тебя всегда есть плагин или в админке есть места, где тебе просто надо прописать правильный title и h1, и все. Мы берем типовые, продвинутые платформы, просто это давно не залезало, они сейчас настолько офигенные. На тот же WordPress ставишь плагин какой-нибудь SEO, all-in-all-seo, что-то такое, я не помню название, и просто вписываешь, что надо. Кто ставил плагин в WordPress? Один, два, три человека. Ну вот, да, и что? А кто может... Так они бы интересны, чтобы тебя ставить. Подожди, а кто может WordPress сам поставить? Надо его ставить. Кто знает, как купить хостинг, домен, развернуть на него WordPress и поставить на него плагин SEO, all-in-all, про который вы играете? Через час видео в YouTube все будут поставить. Через час видео? На неделю точно сделать. Нет, здесь от 3 вечера это не может разобраться. Ты криво, косо, с кучей спамных ссылок, с кучей каких-то вирусов, но можно установить. Не последнюю версию, с кучей дублей, с всякими тегами. Нет, нет, нет. А на конструкторах, если вы за 3 вечера все поняли, методологию подходят. Я понял. Я имею в виду, что взять и спайдинг установить за 3 вечера с вирусами можно. Ну что еще можно? Можно за 2 недели по вечерам с блокнотом в спокойном режиме пройти курс по Google AdWords, например, и разобраться в контекстной рекламе. Как она работает, издание будет даже достаточно, чтобы получить первый, может быть второй уровень, этот individual qualification сертификации. Если я больше скажу, мой полный курс по контекстной рекламе, я его больше не продаю, ни беду, и вести не буду, поэтому открыто. Купить его невозможно, его больше не курс. Мой полный курс шел 30 часов всего лишь. 30 часов полный курс. Ну вот 2 недели можно сделать это за 2 недели. Или за 30 часов он стоп. Ну да. Тоже надо. Изучить. Итого там 3 недели будет понимание контекста плюс HTML, как собрать на него. Еще хороший вот SEO материал какой-то, ну часов в 5. Это вот если кто-то тебе будет рассказывать, кто знает, что тебе рассказывает, за 5 часов можно рассказать. Основы. Можно, наверное, найти какие-то видео. А потом находишь статью, как оптимизировать и CMS-код. Подставьте там, я не знаю, Adarshop, InSales, WordPress, что угодно. Статьи уже есть на эту тему. Ты садишься после этого, за пару часов, после курса этой статьи, основную оптимизацию не будет. Итого месяц, если вы больше ничем не занимаетесь, можно погрузиться в эту тему. И если есть еще желательно, чтобы был какой-то наставник, который подскажет вам ссылки, статьи, сможет отличить плохое, хорошее. Тогда вам... Для всех, кто разбирается и кто может это сделать, умеет самостоятельно обучаться, для них имеется. В общем, бюджеты не нужны. А для всех остальных можно прийти к учению. Вопрос, бюджет вообще неправильно. Ты сказал, сайты не ставьте, бюджеты не нужны. Все правильно. Я сказал, не трансим на заработку. Бесплатный конструктор. Ну или там, за тысячу рублей. То есть, пытаясь найти тот вопрос, на который мы отвечаем. Завносите каменю тысячу за нашел, или сколько он там ставит? От тысячи месяцев. Ну, в общем-то, за месяц нужно своими силами, с какими-то внимательными деньгами и затратами только на товар. Силы это очень долго и нелезно. Вопросы рамка базового контекста надо будет уходить. В любом случае, если у вас свой проект, даже если небольшой проект, в любом случае, базовый, он начинает с того, что пылесосит существующий спрос, пытается его сконвертировать на сайте. Поэтому, с чего начать, с контекста и с поиска. Неплохая еще идея есть, если можно построить магазин вокруг какого-то комьюнити существующего. Много таких есть. Какие-нибудь посвященные каким-нибудь спортивным активностям. Каким-нибудь играм. То есть, я знаю, есть, вот про оружие был разговор. Есть там, допустим, ну это то, чем увлекается. Есть люди, которые сильно очень погружены в какой-то стране, в какой-то стране. Что-нибудь такое. Вот. Автомобильные. Ну и так далее. То есть, много-много-много сообществ по каким-то тематикам, где будет какой-то спрос сформированный, уже какая-то аудитория, на которой можно работать. То есть, мы знаете, от спроса и от... Доброе создавать способ. В общем, стратегия начинает сформировать. Уже вопрос. Вы... То есть, есть такой же небольшой магазин, онлайн-магазин. Ниша, значит, следующий. Попробую не спалиться. Товар... 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 Чек, значит, от 100 тысяч до миллиона, но продажи, там, один, два, три, пять в месяц. Проблема в том, чтобы выйти в топ по другим городам. Нет. Проблема в том, что не хватает продаж. А не проблема в том, чтобы выйти в топ. В... Других городах не видят этот сайт. Нет. Проблема в том, что не хватает продаж. Вам не топ нужен, а вам продажи нужен. Правильно? Да. В других городах. И вы решаете, что лучшим методом является выйти в топ в других городах? В том числе. Ну, потому что товар довольно-таки уникальный. Причем, у вас идете SEO-статьи, вы прочитаете кучу материалов, как продаются в других городах. Например, сделать поддомены, я не знаю. И так далее. Вопрос. Мы сейчас скатаемся к работе с конкретным инструментом, к чему бы не хотелось приходить сейчас, да? Но... Вот ваш вопрос был. Задайте. Прекрасный ответ. Ну, специалисты отвечают, что надо открывать, условно говоря, свои дилерские центры в этих городах. Лукавит. Ты хочешь что-то ответить по этому глобу? Можно при самом случае лукавит, не открывать их просто на Яндекс.Конструкторе карт, сделать места, якобы, где вы находитесь. И все. Причем там указывать по ВСЗ какого-нибудь партнера вашего, в боксбери, с которым вы работаете. Спасибо. Но это не стратегия. Это вопрос. Конкретный вопрос. Я объясню. Потому что очень многие приходят и рассчитывают на какие-то рекламные возможности, да? И думают, что это правильно – пойти, настроить рекламу. Я все время настаиваю, что маркетинг впереди, реклама где-то сзади, и к рекламе я и SEO отношу. Потому что очень часто решение вопросов за пределами конкретного канала, точнее классического подхода. Один из примеров, опять-таки, не сработались. Недавно приходила барышня, ей нужно было срочно продать 500 косметологических аппаратов для профессионалов. У нее было желание заказать рекламу на Инстаграме, чтобы мы это отработали. Но мы просто с командой сели, почесали рекламу, мы поняли, что мы срочно 500 этих аппаратов за два месяца, вот так вот, и вот через два месяца продалось. Нет, этого не будет. Потому что, во-первых, мы даже не можем четко на косметологов старпетироваться. Она хотела в Инстаграме рекламовать. Я сказал и сказал именно в Инстаграме. Почему? Мы четко на косметологов так не старпетируемся. Можно просто там указать запрос косметология, но это в том числе будет барышня, интересующаяся косметологией. Существующего спроса нету. Я почесал голову, да, для нас там в этом пару часов работали. Мы решили, господи, да вы про хэштегов пройдитесь, зафронтитесь со всеми косметологами и напишите им в директ. Ну, в смысле, в личку. Да? Расскажи решение. Ой, как работать с блогером, да? Ну, как бы не блогер, это профессионал. Ну, ты просто и пишешь по Библии на правду, потому что он хороший. Извините за это, у меня опять английская речь пошла. Естественно, клиент, клиентам убедились, что с нами работать не надо. Я вам покажу простой пример. Но часто приходят клиенты сложными запросами. Мы пытаемся придумать, как им реализовать реально, конкретно для них проект. Только вопрос в том, что клиенты не хотят платить. Мы же сели, подумали, да? Придумали решение. Готов клиент платить за решение? Нет. Очень часто мы получаем вопрос, я не понимаю, чем вы занимаетесь. Я пришел купить рекламу, вы что-то какую-то ерунду придумываете. Пришел клиент с интересным товаром, там, средний чек начинается от 7 миллионов рублей. Но не товар, то услуга, там, индивидуальный дизайн-проекты для строителей, для застройщиков. Мы придумали целую схему, как мы этих людей будем находить. Нам нужны были менеджменты, топовый менеджмент компании застройщиков. Мы придумали, как мы можем их найти. Мы придумали, как им старгетироваться. Только товар за 7 миллионов вот так с рекламой не покупается. Хоть обдолби его в Россия, хоть обдолби его в Инстаграме, хоть обдолби его в Гугле. Не покупается это вот так. Нужно многошаговые продажи строить. Нужно целую воронку строить. Эти груди надо тащить, 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 а потом заставить прийти в офис. И мы ему говорим, что нужна будет схема контент-маркетинга с вебинарами, с приглашением в офис, с возможным выездом к ним. Он вот так вот покрутил висказ и сказал, что, ребят, я прошу купить маму. Я хоть какие-то... Я рассказал и маленький пример, и большой пример, да? Но очень часто решение, оно не в равных просто использовании канала. Я успешные кейсы не могу рассказать. Почему-то вот массовая волна. Сегодня пришел проект с бюджетом в 30 тысяч рублей и все равно заставил нас подписать NDA. Это так забавно. NDA подписывают очень модно сейчас. Это да, это много. Не дай бог мы разгласим, куда эти 30 тысяч в месяц уходят. Вы берете таких клиентов за 30 тысяч? Да. Стыдно, да? Нет, просто интересно. Нет, просто мы берем деньгами, а по нему бюджетом неважно. Соответственно, наши услуги он оплатил, а дальше берем. В смысле, не его проблемы, а наши проблемы. Но мы, если можем, пригласить решение вам, в какой бюджет туда. Что-то мой вечер получается. Коля все... Нет, ты, на самом деле, очень хорошо рассказываешь. Очень интересно. И зачем? Вот. А коли будет вопрос, и очень вот такой важный. Когда мы развиваем интернет-магазин, так или иначе, мы потихонечку начинаем получать какие-то сервисы, да? В том числе и рекомендации на сервисы. Вот. У меня вопрос, а когда проходит это самое время, когда надо приходить, например, в ритейлеров или в другую компанию, и, собственно, начинать вот эту вот работу по привлечению клиента через рекомендации на сайте, либо через еще какие-то способы, через email-маркетинг. Вот. Когда вот эту активную работу надо проводить? Начинаем. Потому что еще момент такой. Вы, когда только запускаетесь, ну, на мой взгляд, только запускаете свой бизнес, вряд ли у вас будет хватать времени на все. Ну, скорее всего, там все-таки 24 часа, 7 дней в неделю. Но приходит момент, когда у вас уже не хватает, да? Вам надо расширяться, надо дальше и дальше двигаться и развиваться, и все больше и больше аудитории привлекать. Вот. Вот к этому моменту уже надо думать, что делать дальше. Когда? Не надо думать в начале ни о каких сервисах. Вот. Можно начинать об этом думать, когда транзакционный трафик, то есть, работа с существующим спросом проделана, потому что это первый шаг. Можно выбрать весь существующий спрос, там, в нише, в которой вы запустились, и на котором сходится юнит-экономика, на которую вы можете тратить меньше, чем будете зарабатывать. Когда появится понимание, что этот предел достигнут, тогда уже можно идти в сторону сервисов, которые повышают эффективность работы с существующим трафиком. Это будут и комбинательные системы, и различные таргетинг-инструменты, онлайн-чаты, еще много-много всего. Но это второй шаг, не первый. То, что можно делать сразу же, это заниматься email-маркетингом. Генерация повторного спроса по своей клиентской базе должна занимать, в зависимости от ниши, от 10 до 40% в структуре выручки. В электронике там 10-15%, в фэшн 35-40%. Все остальное это между, но можно найти, опять же, где-нибудь в интернете какой-то ниши, в которой вы работаете, сколько должно быть выручки от повторных клиентов. Это можно делать сразу. Все остальное потом. Мне так кажется, перво-наперво это SEO, да, перво-наперво это email-маркетинг, да, и что еще нужно сюда? Если бы у меня стояла такая задача, я бы запускал каналы с максимальным возвратом на инвестиции по очереди, исходя из какого-то моего опыта или чего-то еще. Понятное дело, что поисковый трафик, он самый дешевый с точки зрения затрат. Я уж не знаю, как там сейчас трафик. Он самый дорогой, но он наиболее как красивый. Ну там прямые затраты сейчас какие-то? Ссылки сейчас не покупают или покупают? Ну про севы говорили? Да, про севы. Это такая долгая история. В общем, там прямых затрат не так много, скажем так. Поэтому возвратные инвестиции, он один из самых... А, в этом просто, да. Да, в этом просто. Там стоимость маркетинговой, стоимость заказов будет самая низкая. Следующий, то что принято считать условно бесплатным трафиком, это имейл маркетинг. Потому что сервисы для имейл маркетинга относительно дешевые. Для начинающих они вообще будут бесплатные. И какие-то заказы будут приносить. Дальше начинаются плавные источники трафика. Какие? Контекстная реклама, где, опять же, надо прорабатывать кампании, исходя из транзакционных запросов, у которых возвратные инвестиции будут максимальные. Вот. Маркетплейсы, если это доступно в вашей ниши. Маркетплейсы, насколько я сейчас знаю, ситуация обстоит примерно так. Есть Яндекс.Маркет, возьмем это условно за 10 каких-то условных единиц. И все остальные вместе взятые за одну условную единицу возьмем. Вот в таких пропорциях они будут генерировать трафик и заказы. На прошлой неделе, кстати, в Грузии был этот E-commerce Weekend. Это автор? Да, ну, зря не понял. Я не E-commerce, то есть. Авито запускает свой Marketplace. Они рассказали там, на практике, на практике days. В эту субботу расскажут уже в Москве. И где-то там, на следующей неделе, где-то я уже видел кейсы, кто-то уже опубликовал, что там все круче, чем на Яндекс.Маркете, трафика много. В общем... Я подтверждаю. Да. Спасибо. Мы получаем вот эти перемены. Вот. Marketplace. Что потом? Retargeting инструменты. Retargeting инструменты. И CPA-сети. Новичков в CPA-сети не возьмут. Вы думаете о CPA-сетях, о новом не надо. Когда будет надо, там... Мы сами пойдем. Сами придут, да? Ну, они, может, сами придут, но это еще не значит, что надо. Вот так скажем. Там CPA-сети... Ну, это и дом ее рассказ, короче. Не надо. Масло. Камня. Да и не возьмут. И не возьмут. Что за пыль? Там контент-мархетика. Ну, есть всякие... Есть всякие... Есть всякие... Да. Рецепт такой... И на щепотку контекста. Да, на щепотку контекста. И... 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 Есть очень красивые истории. Есть очень красивые истории. Если кто-то там, допустим, кто в свадебной тематике работает, вот там ВКонтакте отдает таргетинг тем, у кого статус попробуем. Вот. И можно очень хорошо там это отыграть. Если вы там, как... Подарки там, на день рождения, это верно тоже отыграет. Соцсети... Три типа, да, в принципе? Извините, что перебил. Я все-таки преподаватель курса для генерации, у меня сразу в голове презентация. Таргетинг, о котором упомянул Николай, это одна история. А вторая история – покупка постов. Хорошая история. Иногда даже... Это благосфера совсем, да? Ну, это не благосфера, но... Где продвигаемые просто? Нет. Это к таргетингу. Мы приходим в группу, где сидит наша целеварная инцент, группу создаем. Приходим в группу существующую и покупаем у них серию постов. Соответственно, это хорошая история. Трафик нас чувствует дешевле намного, чем и старые. При этом вы вкладаете что-то в целевую аудиторию. И третья история – это классический социал-медиа-маркетинг. Когда вы заводите свою группу и начинаете ее там раскручивать. Самая, по-моему, тяжелая история, если, опять-таки, нет фишек. Если есть нечестные преимущества, то тогда... По источникам трафика мы прошлись. Ой, замечательно. Стратегически никогда не сказал правильно. Надо начинать с того, как и другой шарой. Мне интересна еще одна из частей. Вот сервисов. Мы еще коснемся немножечко. Я имею в виду сервисов по логистике и так далее. Вот еще есть одна часть, связанная с ассортиментом. Эта стратегия выстраивания интернет-продаж напрямую связана с ассортиментной политикой компании или вашего бизнеса. Так или иначе, вы понимаете, сейчас тот момент, полгода продаж, что один товар продается лучше, а другие остатки лежат. Здесь надо тоже выстраивать какую-то стратегию и политику, какой мы товар, например, распродаем, какой мы в дисконт отправляем, какой товар у нас наиболее лучше продается, мы его и активнее продвигаем через источник трафика, через рекламу. Есть ли у вас опыт, чтобы подсказать, каким образом здесь надо выстраивать и на какие точки опираться, точки-моменты, когда надо понимать, что здесь уже надо поворачивать. Или, например, полгода продается какой-то товар, необходимо уходить в какую-то сопутствующую нишу. Вот эти моменты. Подскажите? Давайте я начну. Я просто не из товарной матрицы вообще не ассортиментом никак. Ну я, поскольку занимался много аналитикой, у меня есть опыт с точки зрения цифр, в том числе большой электронной коммерции. Поэтому я могу что-то рассказать. Самое главное, что все, что связано с товарами, это проблемы решают. Почему? Потому что электронная коммерция всегда находится в парадоксальной ситуации острой нехватке оборотных средств. Если вы на растущем рынке, вот какая-то, вот эти кривые росты, сумасшедшие находитесь, у вас не хватает кэша в руках, чтобы закупаться под растущий спрос и обеспечивая этот спрос товара. Если вы находитесь на рынке падающим, у вас, конечно, заморожено в товаре, который лежит на складе. Вот. И оборотки, опять же, не хватает. И магия всей электронной коммерции и проблемы всей электронной коммерции, которые там подростки и все остальное, они связаны с тем, чтобы на этапе роста какого-то бурного, вот, виртуозно, как оркестр, управлять остатками на складе под самые ходовые позиции, чтобы поддерживать спрос. Иметь в ассортименте, там, якорные товары, которые привлекают клиентов. Знаете, как у вас, возможно, есть, например, клуб клиентов секс-шопов. Они попадают под ограничения всякие рекламные, ты не можешь больше участия в продукции, скажем так, в ретаргетинге используются или там смс-ки отправлять, не знаю что. Но у них есть некоторые якорные категории, как там, вот, какое-то красивое белье, еще что-то, вот, они этих привлекают, это рекламируют и потом продают, собственно. Так вот, эта якорная категория и все остальное, и взаимодействие с поставщиками по отсроченному платежам, товарную организацию, дропшиппингу и т.д. Я бы это сравнил с управлением оркестром каким-то сложным. Те, кто в этом успеха добиваются, живут очень хорошо, те, кто в этом плохи, они в такой обстановке, как сейчас на рынке, чувствуют себя очень плохо. Вот, скажем так, это первое. Не знаю, про вот это все можно книгу, наверное, написать, если бы здесь еще не можете, но мы тоже начнем. Сейчас там АГЦ анализ, XYZ там и т.д. Что можно сказать еще быстро, чтобы посмотреть, чтобы все могли с собой что-то унести. Мы в одном интернет-магазине ввели такое понятие «активная матрица». В e-commerce в крупном, десятки тысяч товаров в интернет-магазинах, начинающих, наверное, столько не будет, там будут сотни, но все равно «активная матрица». Мы у нее вводили товары, которые продавались хотя бы один раз за последние 14 дней. Вот это у нас называлось «активная матрица». И задача как раз в коммерческом департаменте, те, кто занимается покупками, была вот эта, это был KPI. Активную матрицу вот эту наращивать. Количество товаров, которые были куплены хотя бы один раз за последние 14 дней. Потому что бывает так, что если они поссорятся, люди говорятся, отключат такой поставщика, и вот эта «активная матрица» рушится, там в два раза она убирается. С сайта там с 50 тысяч пропало 3000 позиций, вроде бы ничего не случилось. А из «активной матрицы» ушло там больше половины, и продажа больше, чем в два раза. Хотя, казалось бы, товаров много и так далее. За этим надо следить. Если там у кого-то в магазин, введите себе такую цифру, смотрите за ней регулярно. Вот. Чуть-чуть легче вам будет жить. Вы там чуть-чуть раньше узнаете о том, что наступила проблема. Вот. Что еще сказать о товарах? Ну давай, что ли? Я вспомнил шумку из 90-х, когда еще китайских, корейских автомобилей не было, что любой автомобиль рано или поздно превращается в «Опень». Сейчас, мне кажется, любой интернет-магазин рано или поздно превращается в «Азон», пытается стать гипермаркетом, продавать все. Но это одновременно означает «смерть магазином», по сути. Потому что как только ты выходишь, превращаешься в гипермаркет, в принципе, идея этого бизнеса исчезает, и все. Поэтому рано или поздно обычный e-commerce упирается в стеклянный потолок, к которому надо быть готовым и думать, что вы будете делать в этот момент. То ли открывать дополнительные какие-то направления, то ли дополнительные новые бизнесы. Потому что новый рынок не бесконечен, особенно не шарик проекта. А вопрос сложен? Конечно. А если ты не классический retail, когда ты подаешь в разных чужих товаров, перепродаешь, а когда ты подаешь свою товарную руку, которую ты еще и производишь, имеет смысл в данном случае уходить в супермаркет, добавлять другие товары, поскольку у тебя уже есть там аудитория накопленная нормальная? И второй вопрос. Имеет ли смысл и с эксклюзивной площадки продажи в своей продукции уходить в маркетплейсы или в другие магазины? Какая категория? А предметы интерьера? Ну, мы чуть-чуть с этого начали. Долгосрочно, стратегически выгодно наращивать экспертизу внутри. Любую работу. То есть сейчас вам будет проще, дешевле, быстрее отдать все это дистрибьюторам, существующим игрокам? Нет, спрос на самом деле есть и есть все эти болезни типа того, что спрос превышает объем. То есть полный набор всего. То есть нет задачи, нет склада, который надо реализовывать. Но есть просто непонимание, например, в данном случае нужно ли масштабироваться с производством со всем остальным для того, чтобы успевать за этим ростом. Но в этом случае придется приходить и к маркетплейсам, и к другим каналам. А может быть, наоборот, из товарцев в этой эксклюзивной истории используют нечестное преимущество? Ну вот, да. Во-первых, нечестное преимущество. Во-вторых, есть такое понятие, как value chain, цепочка достатки ценностей. Вот между производителем, может быть, даже не производителем товара, а производителем сырья для этого товара и клиентом есть много-много-много игроков с цепочкой. Есть кто-нибудь, ну если мебель, не знаю, там какое-нибудь дерево кто делает там эксклюзивное. Ну вот мы сейчас с вами в WarpPlay, да, то есть в соседний корпус перейти, вот мы можем посмотреть все эти истории, которые эксклюзивные, дизайнерские и так далее. Это явно не товар массового спроса, но при этом спрос на них вполне устойчивый и он растущий. Ну вот такой производитель, какой-то дистрибьютор там федеральный, потом ритейлер, вот, и потом где-нибудь уже в конце стоит клиент. Вопрос. Какие цели стоят сейчас? На России быстро объем продаж, тогда задействуем существующие звенья вот этой вот цепи. Если хотим выжить долгосрочно, то в любом случае каждое вот это вот звено свое дублируем. Пример, какой приводит всегда, ну во всяких бизнес-школах, Walmart. Есть Cola, есть Pepsi, есть еще кто-то, вот. И они продаются в торжестве в Walmart. Но Walmart настолько большой, что там уже продается рядом с Coca-Cola, и там продается Walmart. Если вы зайдете там в Тошан, то же самое, у них свои бренды товаров рядом со своими бомбами. Вернее, рядом с другими товарами. Вот. И компанировать значительно тяжелее в такой ситуации. Вот. Поэтому вот в обе стороны я буду двигаться постепенно. А я бы с другой стороны подошел. Вы владелец бизнеса? Ну, вы бы. Я пошел бы с точки зрения технического менеджмента на самую верхушку. Начало зарождения организации с миссией компании, извините за эту фразу. А из чего рождается миссия компании с ценностями основателя бизнеса? Что ты хочешь от жизни, да? Кто-то идет туда, потому что он собирается, ему, не знаю, уважают масштабы. Я хочу шаг масштабы. Кто-то занимается своим делом, получает довольствие, ему масштабы. Да, да, да. Ну вот, очень-очень правильно. Поэтому я возвращаюсь на самое начало зарождения компании. Миссия компании. Миссия с ценностями основателя. И, блин, отсюда переходим к тому, что надо делать. Спасибо. Спасибо за вопрос. Друзья, так очень... Ну, не знаю, успеем или не успеем, но хотя бы вот один из вопросов. Как надо устраивать вообще потихонечку коммуникацию со своими клиентами? Дорогаясь у вас так отмахнуться. Мне интересно, вот на каком этапе сразу, с первых шагов продаж или потихонечку, исходя из того, как будут приходить, какие отзывы от клиентов и начинать с ними выстраивать диалог? Потому что мне кажется, что самое главное – это создается какое-то такое лояльное сообщество клиентов, которые так или иначе к вам приходят за второй, третий, десятой покупкой. Они будут вам, во-первых, дешевле, ну, в любом интернет-магазине, в повторной покупке они ничего по нему стоят. С одной стороны, но для этого нужно как бы выстроить. И когда клиент приходит к вам со своей болью, со своим отзывом о вашей работе, в том числе, это так или иначе связано с тем сервисом, который вы предоставляете. По доставке, по тому, как колл-центр обслужил клиента по телефону, по тому, в какой там бумагу или в какой коробке, там, битые, не битые, привезли вам этот товар. То есть здесь очень много нюансов, которые довольно иначе влияют в результате на приятное впечатление клиента от покупки. Вот какие-то, может быть, тебе подскажутся такие моменты, которые очень важны, превосстряемые этой стратегией работы с клиентом? Я скажу об этом, Коля, извини. У тебя в прошлой передаче не было, приходил Тимофей Шоколенко. Я смотрела эту передачу, да. И он говорил очень много о том, что у них больше 50% товаров уже предоплачивается непосредственно на сайте, а у них хороший средний чек, да? Если вы знаете компанию Тимофей, то бишь, уже пластиком оплачивают больше 50% заказов заранее. Я говорю, в чем секрет? Он говорит, брендинги. Брендинги проекта. Все знают проект, все в нем уверенно. Я говорю, с чего начинается брендинг? Он сказал, за скотча. Сделайте брендированный скотч и брендированные эти документы все, которые вы купили. Коль теперь, все. Больше я еще не знаю про это. Раз уж речь зашла, давай я тогда посоветую книгу Тимофею Шоколенко. Точно. Она вышла на прошлой неделе, сейчас ее можно в электронном виде только получить. На сайте шоколенко.ru. Я видел только облавление, его я сам не читал, но он захватил там все области, связанные с электронной коммерцией. Отзыв, который я видел, хороший. Теперь по делу. Если там нас снимают, Тимофей. Вот, ладно. Советы теперь, да? Советы. Маленькое, что можно сделать и будет удобно. В основном, самый лучший пример, который я видел. Значит, делаете автоматизированное письмо, которое уходит после того, как статус заказа меняется на доставленных. И в этом письме должен быть какой-то приятный текст. Мы там вас любим и так далее. И, пожалуйста, оцените наш сервис. И должно быть две кнопки там. Кнопка «Хорошо», кнопка «Плохо». Вот, кнопка «Хорошо» ведет на вашу страницу на Ядлес Маркете, где вы получаете звезды и там отзывы и так далее. Кнопка «Плохо» ведет на форму обратной связи на сайте интернет-магазина. Где вы собираетесь, можно это подписать там. Поставить фотографию директора, подпись. Вот это вот к себе надо нарисовать. Сказать, что там для нас очень важно это там, оценить. В общем, какой-то поработать над текстом. Но вот такая обратная связь по каждому заказу, она можно. Это первое. Второе. Хитро. Второе. Через там пару недель после доставки попросите человека написать отзыв на товаре. Что-нибудь предложите за это. Скидку на следующий заказ. С какой-нибудь там купон. 100 рублей на телефон. 100 рублей стоит. Хороший. Ну вот, кстати, знайло. Наши клиенты через две недели после доставки отвечают. Это можно там два-три процента от всех покупок. Но они отвечают без всяких скидок, без бонусов. Ну вот да. Просто чтобы человек написал какой-то отзыв о товаре. Причем не взять на арке. У нас к себе на сайт. Контент надо собирать. Это SEO поможет. Вот. И даст обратную связь. Эти отзывы, естественно, надо модерировать, отсматривать. Но это и бесплатный контент. И обратная связь по тому, что происходит. Которую каким-то образом надо получить. Спасибо. До начала. Мы поварили как? Да еще нормально. Еще можно поговорить. И вопрос еще один такой. Есть ли смысл, например, доставку, упаковку вашего товара отдавать на, скажем так, каким-то сторонним компаниям, КВДРам? Или все-таки есть смысл развивать свою привязку? Если начинаете, отдавайте сразу на ауксорс. Вопрос стратегического подхода. Что такое ваш магазин? Например, возьмем пример интернет-магазина «Вески». «Искай». «Искай». Ну, ну как? «Искай», да? Я что-то не думаю. Саша столько общался с «Искай». Мама и папа здесь есть в зале? Знаете, что такое «Искай»? На мой взгляд, лучший, лучший магазин, да, существующий. А что такое «Искай»? Это не интернет-магазин. «Искай» — это доставка два раза в день. Двумя потоками. Вы заказали с утра, у вас после обеда будет дома. Вы заказали после обеда, утром это будет у вас. Правильно? Так они работают. Чем они победили-то весь остальной рынок? Существующий кучу методов. Тогда было, я помню, до выхода «Искай» очень надо было разных детских интернет-магазинов. Младенец шел с «Ласточкой». Их было куча. Но с заказами, допустим, 200-300 заказов в день. Выходит «Искай», предлагает нормальную логистику. Это именно то, что нужно родителям в первую очередь, да? И постепенно, буквально за несколько, за два года, они вышли на заказы в уровне полторы тысячи заказов в день. Но это не просто логистика в два подруга. Это простая история. Например, рассказ один из клиентки, который запомнил, то, что она заказывает 30, по-моему, вот этих галлонов воды 5-литровых. Там сколько получается? 150 литров воды. Курьер, сторонные курьерки, он никогда не поднимет это наверх. Он скажет, спускайтесь сами, поднимайте, не буду тут надрываться. А так как у «Искай» свои курьеры, и они заинтересованы в KPI-СТ, в плане, да, LPS, обратной связи. Он берет это все, поднимает в квартиру мамочки, и он не позвонит в дверь. Он понимает прекрасно, что у него за целевой аудиторией. Он позвонит им на телефон, потому что, возможно, ребенок спит. Это история логистики, ты скажешь. А уже потом начинается трафик, поверьте мне, и только потом начался ассортимент. Начали с простой истории с подгузниками. Там были сначала только подгузники с нормальной и внятной доставкой. Все. Я бы еще рекомендовала вам смотреть статьи, где описываются оба успешных корпуса проекта. Ну, это не писали? Это из личного разговора с Сашей, как начинался, стратегически они к этому ушли. Они вот стратегически поставили, что не главное – это качественная логистика. Потому что это то, что действительно нужно их целевой аудитории. И поэтому они могут бороться против детского мира сейчас, который все еще не может делать то же самое. Такие успешные истории, их можно собирать и убрать из них полезные. Друзья, подскажите, получилось вас взять для себя с собой, забрать полезные практически советы? Да, очень приятно. Какие у вас остались вопросы, которые мы не обсудили здесь и вы бы хотели бы для себя прояснить? Есть такие? Поднимаются руки. Вопросы у меня? По поводу истории платежной системы. Я знаю, что периодически появляются новые статапы, которые обещают... Которые обещают уменьшить платеж, стоимость транзакций для интернет-магазинов. Особенно, продолжая ваши вопросы про небольшие интернет-магазины. Для них это вообще очень важно. То есть та комиссия, которую они платят платежной системе или банкам в зависимости от этого. Вот, посоветуйте что-нибудь на эту тему. К тактике относится просто. Смотрите, на самом деле мы же не e-commerce. Мы не работаем. Ну, я e-commerce. Нет, ну мы здесь никто не делаем. Ты e-commerce? Кто тебя делает? Нет, работал я тоже работал. У меня даже с e-commerce не было. Поэтому не знаю. Алла, советуй тогда ты. А вот еще раз, по какому вопросу по производственным системам? Как сэкономить на этом? Как сэкономить? Вопрос стоит, как выбрать подрядчика на самом деле. Ну, можно сказать. На каждую систему относится. Давайте вам скажем так. У нас, например, мы работаем с Хронопей, это правосвязь банков. Для нас там, так как работаем давно, там достаточно небольшая комиссия по сравнению со всеми другими. Мы просто пересматривали возможность. Сколько? Какая? Сейчас скажу. 1,5%. Плюс мы подключали, но опять-таки мы с ними работаем давно, поэтому у нас контакт. У нас такая комиссия осталась еще с тех моментов, когда только начинали. Новые сервисы мы подключили недавно. Они решили, что нам нужен там. И Яндекс.Деньги, и Киви, и все остальные. Там были нам предоставлены такие достаточно, ну, как обычные рыночные комиссии, опять-таки от Хронопея. Мы попросили уменьшить, они попросили навстречу. То есть это вот вопрос такой вот договоренности, да, и вернулся Чапану. Может вопрос оборотов еще там сразу, да? Ну, мы не можем тоже гарантировать, потому что у нас, если у нас по самовывозу мы не берем предоплаты. У нас предоплаты только за курьерку. Почему мы так и делаем? Потому что вопрос возвратов. Если клиент отказался, нам надо эти деньги возвращать. По курьерке там как-то попроще. По самовывозу, да, по самовывозу розничных магазинов нашей сети. Естественно, там придется нам эти деньги замораживаться на некоторое время. Там 2-3 суток, когда мы еще можем вернуть клиенту. А дальше они уходят в банк. Это вот достаточно такие трудоемкие процедуры возврата денег через бухгалтерию. У нас, например, эта компания не хочет заниматься возвратами, поэтому мы, вот, по большей части мы предоплату наберем. А вот как в DealMoney, да, там, например, клиенты больше 50% платят предоплату. Я считаю, что, в общем-то, если у вас налажен процесс работы с вашими клиентами, и надо смотреть тоже по проценту отказов, да. Потому что самовывоз там больше 50% отказов, как правило. А по курьерке там меньше, там меньше 30% отказов. Поэтому надо смотреть, сколько у вас возвратов денег будет и стоит ли это. Не, ну, есть категории, просто где вообще возвратов почти нет. Есть. Ну, есть такие. Вот там, условно говоря, да, про вопрос, про выбор поставщиков, вот, там, сегодня. Какие самые, там, нормальные, интересные поставщики такой услуги, да, ну, то есть, на ваш взгляд? Трудно сказать, мне кажется, тут отличный опыт. Если вы посмотрите по рынку в целом, да, кто кого хвалит. Должна сказать, что вы точно найдете негативный отзыв. У нас найти негативный отзыв гораздо проще. Но всегда есть e-commerce, который расскажет о успешном опыте с подрядчиком. В принципе, можно поискать, посмотреть. По указу, по условиям. Сейчас это вообще новая история будет с головной более скором законодательством, когда надо передавать чек по онлайн оплате. Лучше думать в эту сторону, чем искать какие-то. Тем более, вопрос очень типичный для бипродая обычного, да. Там, где нет бипродая обычно, вот этот лишних полтора процента заплатить там за комиссию не помимо совершенно. Поэтому лучше выйти из коробки и придумать, как мы будем зарабатывать больше, чем пытаться сэкономить на это. Ну, извините. Да, и вот как бы вот пусть у нас сейчас придумают новые законодательства. Даже некоторые сказки сейчас, да, вроде бы, они очень такие, они из лидеров рынка, они очень сильно страдают сейчас. Потому что они с чеком вам никак не помогут. Они по факту агрегаторы. Они не банк. Придется так или иначе работать с банками. Все, вся система прошлогодняя. Поэтому давайте посмотрим, что будет. Ну, собственно, вопрос больше был и об этом. Вопрос не стал, что вот как бы что-то уже есть, да. То есть, ну, скручитесь с вашим банком. Может, вашим банком он достает? Да. Ну, не знаю. Поменяйте банк. Да, поменяйте. Вообще, на самом деле, когда вы хотите уменьшить комиссию или думаете, что, возможно, с кем-то будет проще работать, просто отправьте запрос в несколько банков. Какие они вам дадут по услугам комиссии. Вот и все. Таким образом, выберите себе того подрядчика, с которым вам, скажем так, наименьшая комиссия, и более-менее нормальный отзыв по рынку с ним комфортно работать. Спасибо. Всем спасибо. Друзья, спасибо, что вы пришли. Если вопросов нету, то... Вопрос вам был. Да? Не было у вас вопросов. У вас просто микрофоборки, я здесь снял. Вопрос есть. А... Обсудили... Название книги. Название книги. Название книги. Название книги про Шикаренков, а книги конкретного названия нет. Ее можно купить только у него на сайте. Шикаренков.ру Екомерс от Адаяк. А, может быть, у меня ее нет названия. Вы определите, Шикаренков. Центник шикарный. Сколько там? 1900 рублей. Ну, отлично. Я тоже так сделаю. Мне понравилось. Подробно обсудили стратегию, как начинать е-коммерс. А вот... Ну... Как заканчивать е-коммерс? Как начинать маленький е-коммерс, скажем так. А как начинать е-коммерс, например, какой-нибудь афлайновой сети? Если вопрос возникает, принимайте специалистов, у которых есть и ответы. А вы планируете открыть? Или коммерс, афлайновой сети? Ну, меня интересует этот вопрос. Я бы, знаете, как сделал? При наличии бюджета вам нужен внутренний маркетолог, интернет-маркетолог, называйте, как хотите его. И плюс я бы, в первую очередь, заказал бы именно под вас конкретную стратегию интернет-маркетинга в ресторане. Потому что ваш внутренний накидает, понятно, но вам еще нужны внешние глаза. Вот. Поэтому отдельно закажите стратегию развития интернет-маркетинга для вашей компании в отдельных постучках. Я добавлю, здесь много очень взаимодействия, особенно ченнел-бизнеса. И проблема везде, там, где она есть, она одна и та же. Если есть задача стартовать у розничной сети онлайн составляющую, помимо того, что нужно найти человека, который будет называться e-commerce директор, который понимает, как устроен магазин, какие там должны быть роли у собственников или у акционеров этого бизнеса, должна быть готовность отдать полную свободу действия этому человеку. Потому что все, что я вижу в омниканальных бизнесах, это отсутствие достаточной поддержки у электронной коммерции. И из-за этого трение между розницей и интернет-каналом и жуткая неэффективность. Потому что как только интернет-магазин скажет, давайте сделаем выдачу в рознице, в рознице начнет говорить, там, e-commerce у меня снимает с полок товары, мне нечем торговать, вы записываете выручку на них, там, ну и так далее. То есть должен быть человек, который понимает, как правильно построить мотивацию у персонала в рознице, там, для кого, что записывать, какие бонусы, кому наставлять, какие добавлять и так далее. Потому что вот эта проблема основная у мниканальных бизнесов. Даже если все хорошо находится человек, они грязные в какой-то внутренней войне, и все это длится годами, жуткая неэффективность. Ну, я бы сказала, что проблема была гораздо большая, чем сказал. Да нет, нам нужен системный аналитик тогда еще. На самом деле нужен главный человек, который умеет настраивать работу, понимает и розницу, и понимает электронные продажи, и может... Найдите Аули. Спасибо, меня переликвандировали. Спасибо, а еще вопрос можно? Да, конечно. А в какой момент имеет смысл e-commerce делать мобильные продажи? Ой, ответите. Ну, никакой. А я вернулся к стокам и оттуда начался. Какой? Ну, нет сейчас e-commerce, с которым зарабатывал с мобильного приложения. Я зарабатываю. Я зарабатываю примерно где-то в районе 40 заказов. День идет с мобильного приложения. Всего сколько заказов? Всего там, ну, от 300 до 400 заказов. То есть 25 процентов. Это больше, меньше. Ну, да. То есть потихонечку. Это учитывая то, что у нас мобильное приложение, оно не обладает только самой функциональностью, как сайт. И, в общем-то... Ну, вот идет... А адаптивная версия сайта есть? Да, есть. И она хуже? Не суть важна, хуже или нет. В том, что трафик с мобильного приложения, он идет, он растет месяц от месяца. И, в общем-то, так как у нас мобильное приложение, оно немного было в таком странном состоянии в начале года, и более активно мы его стали развивать в конце года, и будем еще развивать в следующем году, то, естественно, что планируем потихонечку, там, половина трафика, у нас уже будет цвечку отпрыгать в мобильное приложение. Сделаем сгиб на E-Fashion. Опять же, есть конструкторы готовые. Есть MogaWebs, есть Notissimus, есть там кто-то еще. Есть несколько готовых, когда загружается товарный эфир, и они вам, опять же, на шаблоны готовы делают приложение. Попробовать можно будет сразу посмотреть, идет о том, что что-нибудь или нет, и уже принимать решение, стоит ли инвестировать. А он что-то хочет добавить? Ну, вот про конструкторы я с ним согласна. Здесь надо быть немножко аккуратными. Есть мобильная разработка, есть конструкторы. Есть опыт такой, что один из таких конструкторов ушел с рынка и оставил 2000 интернет-магазинов ни с чем. При этом, предварительно, они заплатили, собственно говоря, за разработку под себя этого конструктора. В общем-то, какое-то качество заказов к ним приходило через такой конструктор, а в результате интернет-магазины остались без каналов продаж. Поэтому будьте аккуратны с этим. Я ничего не говорю. Сейчас конструкторы появляются больше и больше. Я не говорю, что все подрядчики плохие, но все равно смотрите сами. На долгосрочную перспективу делайте свое мобильное приложение и разрабатывайте его. Но при этом, для того, чтобы затестить хистерию, как правильно сказал, этого будет достаточно. Да. Да, ты можешь впылиться в разработку и в саппорт, и по итогу получишь. Да, да, конечно. Но я думаю, что даже мобильные конструкторы использовать не надо с первого дня. Почему запустите веб? Я подозреваю, что здесь в общем здесь праздник все-таки. Я не вижу, что вы уже посмотрели конкурсы с приложением. Дико удивлен, даже прокопаюсь. Если дадусы, конечно, мне интересно. 220 вольт. Очень многие используют мобильное приложение как тренинг. Вот например. Мне интересно перед сном посмотреть товары. Так что это маленький экранчик. Можно полистать, посмотреть платья, струберки и так далее. А уже на следующий день там принять решение и купить просто чрезвычный браузер, сидя на работе в обед, допустим. Ну вот это такие вот моменты. А кто-то покупает чрезвычный мобильное приложение. Я вот чрезвычный мобильное приложение покупала на зарубежных сайтах. То есть где у вас целевой аудитории? Кто является целевой аудиторией? А почему здесь у вас работает тогда? У них вообще там много лет лучшее было приложение по всяким версиям. Они туда встраивают, потому что всякие уровни, компасы, всякие штуки, которые нужны для строителя. Я не его развиваю. На самом деле приложение что? Это канал. Если вы башенные экраны продаете, то не нужно приложение. Это точно. Есть хороший пример, который мне нравится. West Wing. Это как раз дизайнерский предмет интерьера. Закрытого такого типа, как CopyVip. Ну это даже полный ключ. Вот. В чем у них идеология приложения? Они туда постоянно обновляют ленту. Эдиториал такого контента с новыми подборками красивых вещей. И человек, у них прямо цель всего этого приложения в том состоит, чтобы человек перед сном или когда проснется открывает почту, открывает Skype, открывает West Wing и также ленту. пролистывает подборок новых вещей. Это канал коммуникации, который актуален для человека в этом состоянии, потому что он находится сейчас в контексте, в котором ему эта дизайнерская вещь может понадобиться. Куда-нибудь поставить, там на полку, где он лежит. И это вот удачный такой паттерн потребления. Но вот прежде чем в эти приложения убиваться, надо понять, есть ли люди, вот есть ли такая вот эскрака, есть ли люди в контексте, в котором ему это предложение поможет. Потому что просто так копировать сайт, ну, наверное, нет на самом деле смысла. Должна быть какая-то идея за этим. У West Wing конкретно что-то там 30-40% продаж чего-то. Приложение в итоге проходит вот таким вот инструментом генерации спроса. Можно посмотреть трафик по мобильной версии сайта. То есть, когда отходы приходят к вам. Посмотреть, есть ли смысл делать мобильное приложение? Ну, слушайте, это надо с умом делать. Просто мобильную версию трафик-то может быть, но этот трафик может основной задачей ставить, то есть, когда в магазин не подходит, там, карту посмотреть или телефон набрать, чтобы спросить, где ПВЗ находится. То есть только трафик недостаточно всего. Вот вы аналитика. Можно еще вопрос? Я вот ни слова не услышала по поводу хранения, наличия этого, как бы, и склада, я имею в виду. Я бы хотела задать такой вопрос. Вот когда планируется интернет-магазин? Это только начинается. Как запланировать объем продаж и где хранить, в каком объеме каждый из товаров? То есть, если я платочки планирую продавать, я понимаю, я могу закупить их 10 штук и хранить их дома. А если я собираюсь продавать кондиционеры, например, то мне придется арендовать склад и в какой объем я должна запланировать продаж? Вот это, как бы, это стратегическая планета, неправильно? То есть, это спрос я сначала изучаю, а дальше? Называется логистика. Вот. Что можно сказать здесь? Во-первых, старайтесь по максимуму вначале работать со склада поставщика. При реализации. Ну, это может быть реализация, там можно по фактическому наличию работать, но сейчас уже все-таки многие так делают. То есть, по максимуму свои складские мощности делают. Потому что, ладно, там склад, но это же, на этот склад нужен там сторож, ну и так далее. То есть, это отдельное направление деятельности. То есть, со склада поставщика. То есть, будет зависеть от того, насколько быстро с этого склада можно доставить до потребителя, правильно? Да, да. Второе. Есть такие услуги, которые предоставляются крупными логистическими операторами. Все, что связано с фулфилментом. То есть, они вам будут выделять от диван с плоски площади под ваши товары, сами собирать эти заказы. То есть, с правильно организованным адресским управлением, чтобы у вас не на полу валялись эти кондиционеры или платочки, а стояли там на палетах, чтобы их не затопило и так далее. И, да, это, если вы начинаете, ищите подрядчиков. Не делайте все по максимуму, отдавайте вам ресурс, не делайте сами. Ответы? Ну, по большей части, да. Ну, или нанимайте директора-планистики. Топ-менеджера, который будет... Ну, я чуть понимаем. Что за бизнес, куда стактуем, с какими им мощностями, что планируем, то бишь, все настолько индивидуально, что здесь нет правильного ответа. У нас еще там вопрос сзади, Ир? Или нет? Нет вопроса. А, время кончилось. Друзья, спасибо большое, что вы сегодня пришли. Мы были рады вам. Я надеюсь, вы были рады нам. Гайка Рапетян, Николай Кривицкий, Ауаи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЕГО. ХОН. ПО, СМИ.